Всем привет! На связи Руслан Захаркин, YouTube-канал, конечно же, вы уже знаете название Захаркин Крипта. Сегодня я нахожусь в городе Дубай, Пальм Джумейра, Объединенные Арабские Эмираты, в замечательном отеле Raffles Palm Jumeirra. И именно здесь я бы хотел показать вам первую, наверное, в Рунете презентацию. Давайте сегодня обсудим Докбосс. Это новая перспективная монетка, новый перспективный свап, новый перспективный DexExchange. Если вы готовы, давайте тогда начинать. Значит, разобьем все на три блока. Во-первых, покажу вам здесь вид. Во-вторых, покажу презентацию. В-третьих, пройдемся по сайту. И, наверное, все-таки добавлю четвертый блок и расскажу вам о том, что здесь, в принципе, ожидается в целом. Почему туда захожу я, какие есть возможности с точки зрения взять интервью у основателя, может быть, у каких-то партнеров и так далее, и так далее. Потому что если мы просто будем о чем-то там рассказывать из серии «Вот, появилась монетка, вы можете туда зайти. Спасибо, до свидания». Это ни о чем. Всегда должен быть бэкграунд, всегда должна быть дополнительная информация, должна быть мотивация, энергия и какое-то практическое применение в монете. Если этого нет, значит, это говно, а не монета. Если есть что-то помимо самой монеты, значит, у нас есть хороший шанс зайти, заработать, стейкать, фармить и так далее, и так далее. Самое главное, подчеркиваю, наличие чего-то помимо самого токена. Если это есть, мы заходим. Если этого нет, мы в такое говно заходить не будем. Поэтому смотрим Докбосс. И, кстати, Джордану Белфорду я тоже Докбосс сказал. Он такой, о-о-о, I'll think about it. Подумает он об этом. А я ему говорю, если не зайдешь сейчас, будешь покупать уже по совершенно другой, невыгодной для тебя цене. Ладно, внимание на экран. Перед тем, как мы продолжим, большая просьба подписаться на мой инстаграм, ну и, конечно же, на мой ютуб-канал о заработке в сети интернет. Давайте сразу посмотрим презентацию, потом перейдем к сайту. Презентация у нас на английском языке, но, в принципе, все понятно. Я сейчас вам все прокомментирую. Почему? Потому что рассчитано на англоязычную аудиторию. Значит, Докбосс свап. Докбосс – это DeFi проект, значит, первый децентрализованный проект, где можно фармить, стейкать платформу на вот этих вот мем-токенах, токенах собак. Там, Доги Коин и так далее, и так далее. Значит, Dogboss.org. Какая здесь токеномика? Это, наверное, самое важное, да, что может быть. Чуть-чуть я вот так вот отдалю. Значит, смотрите. Чуть-чуть мы сделаем. Во! Замечательно. Значит, первое – Dogboss свап. Второе – NFT Marketplace. Третье – Metaverse Games. Да, будет игра. Четвертое – GameFi. Пятое – Launchpad. Шестое – Launchpool. Давайте посмотрим вот эту диораму. Значит, Burn 2%, это, значит, будет сжигаться, значит, 2% от суммы транзакций. Это как раз дефляционная модель. Дальше вот Marketplace, IDO платформа, стейкинг, DogiCoin, Shiba, Floki, фарминг 35% API годовых, да, Burn, значит. Почему это делается? Ну, это делается для того, чтобы как раз поддерживать именно спрос и предложение. Ну, и, конечно же, чтобы не было инфляции. Наоборот, здесь модель дефляционная. Вот здесь пишет, да, every quarter, да, то есть каждый квартал будет такая вот история. Значит, какой же был профит от вот этих вот MEM токенов, от DOX токенов за последний год? Ну, допустим, за 2021 год. На первом месте, конечно же, Shiba Inu. Вон, видите, сколько процентов? Давайте чуть-чуть я приближу. Охренеть просто. Это практически, значит, 3 миллиона процентов. Потом у нас что, DogiCoin, 58 тысяч процентов, почти 2 тысячи процентов. Локи, четвертое, Akita Inu. И пятое место занимает BabyDog. Невероятно. Конечно, на собаках можно делать деньги. Но не надо думать, что поезд ушел. Ничего подобного. Первый вагон еще стоит. Значит, стейкинг. Можно стейкать Dog Boss, Iron, DogeCoin. То есть, мы стейкаем одну монету, а зарабатываем другую. Вот что такое стейкинг. Прикольно, прикольно здесь, да. Значит, вот это так примерно будет выглядеть. Dog Boss, DogeCoin, Harvest, WinRow. WinRow это у нас вывод. Unlock Wallet, ну, разблокировать кошелек. Все, в принципе, понятно. Теперь, наверное, самое главное. Emission, Dog Boss. Какая же эмиссия у этой монеты? Всего 25 миллионов монет. 5% Team, команда. 80% Smart Contract. Там все залочено, заморожено. И 15% PreSale. Вот так. Значит, Roadmap. Давайте посмотрим сразу дорожную карту. Сначала слева смотрим, как-то все происходит. Token Crash and Dog Boss. Он был создан как раз уже во второй половине осени 2021 года. PreSale будет с конца, вот как раз. Ну, точнее, он начался с конца осени 2021. И, по факту, продолжается до сих пор. Значит, Dex Exchange. Тоже вот как раз начали делать Dog Boss Swap. Это у нас с конца 2021. Вот теперь 2022 год. Значит, на самом деле, тут небольшая ошибка. Dog Boss листинг on Pancake Swap будет чуть позже. Не 1 февраля, а чуть попозже. Когда он будет, это все можно будет узнать на официальных ресурсах компании. Ну, и, конечно же, на моем YouTube-канале Захаркин Крипта. Либо на моем Telegram-канале о заработке в сети интернет. Захаркин, нижние подчерки, внимание. Именно в телеге. Дальше. Листинг Dog Boss on a Major Asian Exchange. Это все будет зимой. Или крайний вариант уже весной 2022 года. Месяц, опять-таки, можно будет потом утащить в моем Telegram-канале. Ну, и, конечно же, Start of Trading and Farming on Dog Boss Swap. Скорее всего, это будет уже после 25 февраля 2022 года. Для того, чтобы все было четко. Итак, значит, Metaverse. Планируется игра, где можно играть. Ну, и, конечно же, Yearn Tokens. Да, и зарабатывать определенные токены. То есть, давайте по-английски. Да, я знаю, что у меня, конечно, английский плохое. Но, простите, какой есть. Мы, в принципе, если, допустим, вам нужна какая-то помощь, какая-то поддержка, всегда презентацию можно будет перевести. Мы просто в Яндексе, допустим, вбиваем переводчик. Даже вот Яндекс можно, в принципе. Можно в Google переводчик. Никаких проблем нет. Настраиваем английский, потом русский. И что у нас происходит? Да, все правильно. У каждого из наших пользователей будет виртуальная собака, с которой они могут играть и зарабатывать токены. Вот, аналог Pokemon Go, только получше, покруче. И можно будет зарабатывать денежные средства, выраженные как раз в монетах. Вот, будет также NFT Marketplace. Обратите внимание, да, GameFi, Staking, NFT, Farming, Metaverse, Trading. Все это будет на одной платформе, поэтому она и представляет ценность. В начале этого видео я сказал, что, в принципе, не интересуют просто монеты. Но если за этой монетой что-то еще идет, и действительно крутые фонды, и вот такие вот интересные, как действующие, так и будущие партнеры, вот это вот круто. Тогда уже можно рисковать и заходить, осознавая возможности и риски, потому что возможностей явно будет больше. Итак, касаемо листингов, планируется и на Pair, Hotbit, Gate.io, Latoken, PancakeSwap, Hotbit, что у нас, LuxExchange. В принципе, это хороший послужной список. Ну и, конечно же, да, монетка сама сделана на BEP20, Binance Smart Chain. Планируется листинг на CoinMarketCap, биржевой индикатор, CoinGecko. Ну и, собственно, то, где вы сейчас видите, да, на слайдах. Планируется ведь в том числе и размещение непосредственно на самых разных интернет-ресурсах, самых разных СМИ-ресурсах, потому что, ну, без PR, конечно же, будет сложно стрельнуть. А теперь я вам покажу сайт, как он выглядит. Пока что вот так. Да, он еще полностью не доделан, но вы видите его одним из первых, как бы в интернете, в Рунете. Давайте-ка посмотрим адрес смарт-контракта. Знаете, как можно посмотреть? Либо через Binance Smart Chain Scan, либо просто вот так вот вбить. Интересно, найдет или не найдет? Опачки! Я думаю, что найдет. О, первый, видите, первый. Докбосс. Так, давайте перейдем. Опачки! Да, действительно, 25 миллионов монет. Что-то уже было сожжено, и практически вообще никого нет. 20 адресов максимум. Это хорошо. Значит, мы в первом вагоне. И дальше я еще подытожу определенную информацию. Вам это будет интересно узнать. Давайте прогуляемся по сайтам. Вот, значит, смарт-контракт сразу дается. Здесь Tokenomics, Swap, NFT Marketplace, GameFi, Metaverse. Отлично, хорошо. Дефляционная модель. 25 миллионов токенов. Ну, собственно, то, что я вам говорил в презентации. Все остальное здесь. 2% токенов. Это у нас Burn, да? Ввиду транзакции они сжигаются. 20 миллионов, значит, Blocked on a smart contract. Замороженный. 3% комиссион from each transaction goes to the staking pro. Значит, что-то идет у нас в стейкинг. Давайте прям переведем, потому что, ну, мы же все-таки на англоязычном сегменте, да? Не работаем, как бы, да? Вроде бы знаем английский, учим. Но, извините, да? Переводчик. Не хотелось бы, чтобы какой-то был испорченный телефон. Поэтому давайте-ка мы эту фразочку переведем. Комиссия в размере 3% от каждой транзакции поступает в пул ставок. Ну, пул ликвидности, типа стейкинг пул. Вот, стейкинг пул. Так, хорошо. Every quarter we buy back tokens and burn them. Еще раз давайте переведем, для того, чтобы вы точно знали, о чем идет речь. Испорченный телефон нам не нужен. Так, очищаем. Вставляем. Бац. Каждый квартал мы выкупаем жетоны и сжигаем их. Ну, выкупаем монеты, в смысле, не жетоны монеты, извините. Все-таки бывает корявый такой вот переводик. Значит, Docs Games, NFT Collection. Roadmap я вам уже рассказывал, показывал. На сайте это тоже есть. Metaverse Presentation планируется на июнь 2022 года. Вот, и, конечно же, есть определенная рубрика вопроса-ответа, если что. Ну, и вот некоторые социальные сети. Можно сразу же переходить. Например, тот же самый Telegram. Пока что он, безусловно, маленький. Но здесь будет явно больше людей. Почему? Потому что тема набирает популярность. В принципе, вот эта вот собачья история, на которой можно зарабатывать, она меня очень сильно радует. Поэтому я сюда точно захожу. Захожу на свои деньги, на несколько тысяч долларов. И это как минимум. Вот, дальше планирую интервью еще с руководством и так далее, и так далее. Значит, здесь у нас рубрика FAC, да, раздел FACO. Нам рассказывается, что такое DocBossSwap, что такое DocBoss и how to buy. Вот, пожалуйста, кошелек MetaMask, TrustWallet. И все это можно приобрести. Как только заработает весь функционал, конечно же, я вам все это покажу, продемонстрирую. Buy DocBoss. Вот, обратите внимание, так вот у нас будет раздел. Сразу нам будет писать, сколько у нас Total Supply. Значит, циркулирующее предложение, IDO, что пойдет, да. И сколько будет стоить как раз DocBoss на этапе пресс-сейла. Мы коннектим кошелек. Ну, сейчас пока что не получится, еще прогеры делают. Коннектим кошелек. Ну, скорее всего, MetaMask лучше, да. И дальше, допустим, уже меняем определенную криптовалюту на DocBoss. Вот, собственно, и все. Проблем никаких нет. Я думаю, что будет возможность это сделать с BNB и еще с какой-либо криптовалютой. В принципе, я об этом тоже скажу на своем телеграм-канале о заработке в сети интернет. Захаркин, нижнее подчеркиваю, внимание. Вот такая вот тема. Вот так вот все это можно будет делать. Я считаю, что проект перспективный, имеет право на существование. Заходить в него я буду. Рассказывать о нем я тоже буду на всех своих ресурсах. Буду брать интервью с руководством, с партнерами, потому что мне это действительно интересно. А теперь, как и обещал, подытожим всю основную информацию. Вводные. Значит, что это такое? Децентрализованная платформа для торговли, стейкинга и фарминга мем-токенов. Второе. Самая сильная дефляционная модель монеты. NFT marketplace, да, связанные с играми в метавселенной. Четвертое. Launchpool, где можно заморозить док-боссы и получить мем-токены стартапов, а после вернуть свои док-боссы обратно. Значит, пятое. У нас планируется Payer. Шестое. LAT token. LBank. Hotbit. Gate. IO. Но это планируется, да, листинги. BitForex. KuCoin. Планируются реальные. Причем листинги. Не балабольство, как обычно, но все-таки реальные. Как обычно, это почему я так сказал? Да все просто. Иногда обещают, но такую несу разницу, что вроде уши развесишь, а на деле ничего не происходит. Здесь, слава богу, ну все-таки планируется. Седьмое. Мощная эстонская поддержка и регистрация. Уже есть там причем. Проекта именно в Таллине. Таллинн это столица Эстонии. Поэтому заходят крупные сетевики, крупные крипто-сетевые лидеры, потому что им тоже это интересно. Ну и, конечно же, холдеры. Я думаю, что получится привлечь институционалов, потому что если они будут заходить, они будут заходить надолго. Ну, во-первых, там разлоки не за один день. И это будет тоже стимулировать наоборот холд, нежели чем сразу слив. А то, знаете, купили там, допустим, за 2 цента, стало 2,5 цента. О, сейчас мы сделаем иксы, иксы. А в итоге потом монету сразу в полу катают. Это не совсем правильно. Поэтому всегда нужна четкая и правильная стратегия. Кто играет на долгосрок, тот зарабатывает значительно больше денежных средств. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост. Подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта. Пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И ответьте мне на три простых вопроса. Кто из вас в свое время зарабатывал на мем-токенах? Что вы думаете касаемо док-босс-свап? Кто из вас хочет стейкать и фармить, и зарабатывать на док-боссах? Причем на длительное время, в длительную перспективу. Это называется холд. Мне искренне интересно узнать ваши ответы. И помните, что февраль и март 2022 года для проекта будут очень интересными. А в начале апреля 2022 года, если позволит анти-ковидная ситуация, или ковидная, как там ее называют, вот эти вот маски, они уже так достали. Так вот, в Эстонии будет интересная конференция, на которой вполне возможно будет стенд док-босса. И вполне возможно я туда тоже поеду и буду выступать как инфлюенсер. Вот такие вот дела. А сейчас я хотел вам показать замечательный вид, который действительно мотивирует. Нет, не смотрите на хату, ни в коем случае, не надо. Вот куда надо смотреть. Сейчас вам покажу. Правда красиво? Надеюсь, вам видно. Рафлс, Пальм, Жумейра. Просто великолепная тема. Ради того, чтобы записать это видео, я отказался от игры в гольф, потому что я считаю, что заработок в интернете намного круче, намного важнее, нежели чем какие-то сиюминутные утехи. Поэтому спасибо большое, что смотрите меня. Я искренне благодарен всем и каждому. Я очень люблю свою работу, я очень люблю криптовалюту. Вы заметили, что у меня очень много вещей, связанных с криптой. И вполне возможно, что когда я войду в правительство Российской Федерации, либо в Государственную Думу, либо в Совет Федерации, а это дело времени, поверьте мне. Я буду пиарить крипту уже на государственном уровне, потому что мне это действительно нравится. Я считаю, что каждый человек имеет право на достойную жизнь, достойное существование. И ради того, чтобы сделать это, я готов отказаться от многих благ и пойти реально работать в правительство за зарплату. Может быть, у меня будет какой-то потолок, но я бы хотел изменить эту жизнь к лучшему. И я вижу вот в том числе в этих проектах или в других каких-то темах возможность. Кто-то видит только риски, а я вижу возможности. Возможности, которые помогут нам двигаться быстрее вперед. Вот, собственно, и все. Вам добра, максимальных возможностей при минимальных рисках. На связи был Руслан Захаркин. 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 Продолжение следует...